Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил президент Азербайджан Альхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Однако позитивной реакции от Еревана пока нет. Основные тезисы и заступления Альхама Алиева обсудим в рамках передачи специально сейчас. Меня зовут Эльмир Амусазаде. Здравствуйте. Тему мы будем обсуждать с Ахмедом Алили. Это исследователь по международному управлению. Здравствуйте. Добро пожаловать. Благодарю за приглашение. Ахмед Малим, невозможно не проводить параллели. Ровно год назад президент Азербайджана также выступал на 75-й сессии Генассамблеи ООН. И тогда глава государства также сделал пару решительных заявлений, предупредив весь мир о провокациях Армении, о военной агрессии Армении. Сегодня, спустя год, мы видим, что эти провокации привели к полномасштабным военным действиям в регионе. И Армения действительно совершила ряд диверсий, ряд провокаций. И в этом году президент также указал на пару ключевых моментов, которые затрагивают безопасность всего региона. Как вы думаете, вот в этом году услышало ли мировое сообщество президента Азербайджана, учитывая то, что в прошлом году особой реакции на преступления Армении не было? Во-первых, если вот то, как это будет восприниматься другим участникам, это отдельный вопрос. Но мы должны отметить очень важный факт, что статус Азербайджана точно изменилось. И отношение к Азербайджану изменилось, это точно. Это даже чувствуется на уровне, когда посещают определенные конференции международные. Даже там обычные участники даже изменили отношение к тем участникам, которые приезжают на эти конференции из Азербайджана. То есть, если мы можем наблюдать такими изменениями, когда мы участвуем там, то представьте себе, какие изменения должны быть по отношению к президенту, по отношению к главе страны. Вот поэтому отношение Азербайджана в целом изменилось. Это 100%. И вот поэтому я думаю, что его слова в этом году, как минимум в Армении, в России, в Турции, в Азербайджане и в странах Центральной Азии, я имею в виду регион, который граничит с нашим регионом, Грузия и Украина точно будут очень сильно анализировать его вступление. Ну и я думаю, что всем другим участникам, особенно членам... То есть это был своего рода такой месседж главным игрокам региона? Да, я думаю, все, кто с интересом следят за всеми, что происходит в нашем регионе, это страны, сопредставители Минской группы, все, те страны, которые граничат с нашим регионом, Центральная Азия, Грузия, Украина и еще Азербайджан являются участвами очень многих международных инициатив, вроде non-alignment movement, движения неприсоединения, и других международных организаций, они заинтересованы в том, чтобы Азербайджан, то политика, которая началась Азербайджаном, была продолжена, потому что это и определенным образом влияет на их имидж тоже. То есть эта страна Азербайджан, он смог изменить миропорядок в нашем регионе, и я думаю, что это как бы те страны, которые сейчас стали фанатами Азербайджана, они внимательно следят за движением Азербайджана, за вступлением президента Алиева, и, естественно, те страны, которые опасаются Азербайджана, они тоже внимательно следят. Вот поэтому будут ли принять определенные меры с их сторон или нет, это другой вопрос. Но статус Азербайджана точно изменилась, его слова, если раньше слушали внимательно, сейчас будут слушать еще внимательнее. Да, вот действительно, продолжая эту тему, про новые реалии в регионе, понятно, что за прошлый год ситуация во всем мире, и особенно в нашем регионе, кардинально изменилась. Какие возможности эта новая реальность открывает для всех стран соседних, и какое место в нем занимает Азербайджан? Понятно, что действительно, как мы говорили, до этого Азербайджан тоже, Баку выступал таким локомотивом всех важных процессов, которые ведутся в регионе. Что поменялось для страны сейчас, и будет ли Баку принимать такую более решительную роль, может быть? Я думаю, да. Есть очень многие проекторы на региональном уровне, которые мы не могли осуществовать. В 90-е годы, 2000-е годы. Это было из-за принципиальной политики Азербайджана, потому что Азербайджан говорил, что если Азербайджан не будет применять военное оружие против Армении, то он будет применять экономическое. Поэтому Армению очень долгое время Азербайджан изолировал. И как результат этого, те экономические проекты, региональные экономические проекты, политические проекты, которые были между Тебилиси и Баку, они состоялись. А возможности других проектов, они еще большие, и там совсем другие возможности появляются, когда мы принимаем во внимание, что сейчас можно выполнить все эти проекты с участием Армении тоже. Вот это как бы создает совсем новые реалии. Я думаю, что чтобы понять, какие реалии открываются между нами, мы должны смотреть на такие регионы, как Балтика, Балканы и очень многие, ну, я бы сказал, североевропейские страны, там на региональном уровне мы видим, что инфраструктура очень развита, есть определенная региональная идентичность, то есть помогает тому, чтобы регион развивался. И я думаю, что в нашем регионе тоже армян, азербайджанцы и Грузии есть очень похожие параметры, как в этническом плане, как и в других, манера поведения и так далее, экономические паттерны, как принимаются решения у нас. И мы имеем общую как бы прошлое, это мы все являемся странами бывшего Советского Союза. И вот таким образом, я думаю, что когда все страны смогут объединиться и работать вместе, то опыт таких регионов, стран, которые находятся в Северной и Северной Европе, и других регионах, они могут понадобиться. Я думаю, что вот такой удачный пример может получиться в нашем регионе тоже. Но вот если мы будем проводить параллели, касательно постконфликтной ситуации в регионе, если проводить параллели, то для того, чтобы установился мир и стабильность в регионе, должна быть политическая воля всех участвующих сторон. Хватит ли политической воли у Еревана, учитывая то, что до сих пор мы слышим реваншевские заявления, до сих пор мы видим какие-то провокации в регионе, и вот действительно в Армении сегодня подогревается такая азербайджанофобия, то есть это явно не способствует диалогу. Ну тогда я задал бы другой вопрос, а есть ли вообще политическая воля у руководства Армении? Или вообще у оппозиции Армении? Вообще у политической элиты Армении? То есть как бы что является детерминатом для того, чтобы правительство Армении приняло правильное решение? Там очень много. И мы видим, что очень внутренняя политика даже Армении находится под влиянием внешних сил, особенно армянской диаспоры. И в европейских странах, и в России, и в других странах. То сейчас мы видим, что если Николу Пашняну Николу Пашню удастся хотя бы какую-то очень малую часть суверенитета для себя вернуть, я думаю, Азербайджан сделал все возможно, чтобы руководство Армении или его месседжи и шаги в сторону Азербайджана, они были достойно ценны, и определенный шаг со стороны Азербайджана тоже был сделан в этом направлении. То есть сейчас вопрос является не то, что, чего хочет Армения, на что он способен. Вот мы видим, что сейчас идет речь о том, что Пашнян отправляет разные сигналы через разных лидеров президента Турции. Да, он готов к диалогу. Но мы должны, турецкий президент сказал, что мы должны быть уверены, что вы на что-то способны. Давайте так, если эта кооперация не будет... Турция выдвинула ряд условий. Нет, это условие, скорее всего, покажите нам, что вы на что-то способны. То есть зачем мы должны с вами общаться, когда вы даже не можете решить такую важную проблему, как коридор. Потому что другие игроки в регионе, они хотят этого. Вот поэтому вы должны играть в их игру тоже. То есть если вы хотите сотрудничать с Турцией, как президент говорил, если хотите встретиться с Аердуханом, то надо показать, что вы на что-то способны. Вы можете открывать коридоры, вы можете выполнять определенные, обязательства и так далее. То есть я думаю, сейчас вопрос в том, что на что способны Армения и глава Армении. Вот это очень важный вопрос. Я думаю, что со временем, с помощью Азербайджана и с помощью новых реалей, которые созданы в регионе, почти не удастся изменить это. То есть выборы в Армении показали, что... Народ все-таки ему доверяет. Да. И народ хочет видеть лидера, который отдал Карабах, скажем так. Если говорить этот языком некоторых армян, отдал Карабах и сейчас взамен хочет экономического развития. То есть народ за него проголосовал. И мне очень многие говорили, что в Ереване, когда машина такая новая, дорогая, там фото либо Качаряна, либо Сарксина. А если машина старенькая или вот совсем нехорошая, скажем так, там фото Пашняна, да? И вот таким образом показывали, какие социальные группы поддерживают кого. Я думаю, что большинство в Армении, они живут в таком положении, что им хочется больше экономического развития. Про Карабах уже там не думают. И Пашнян является кандидатом этой группы. Но на что он сам способен? Вот это сейчас вопрос. Но вот какую роль в этом могли бы играть крупные игроки? То есть мы знаем, что и многие, и западные страны, в том числе, выражали заинтересованность в том, чтобы в регионе царил мир и стабильность. Нет ли ощущения, что они должны предпринимать более решительные шаги? Вот мы видим, что представители Европейского Союза приезжают, представители, в частности, Франции общаются с правительством Армении. Как вы считаете, когда они заявляют о том, что они нацелены на мир и стабильность в регионе, не должны ли они оказать давление на Армению, чтобы она все-таки пошла на мирный диалог? Ведь Азербайджан открыто заявляет о том, что он к переговорам как раз-таки готов, он готов к миру. Да, но я думаю, что после 2008 года очень многим странам стало ясно, что если какую-то страну поддерживать, и если этой стране что-то случается, там есть очень многие обязательства. Например, Грузия. Как-то это случилось в 2008 году. Очень многие страны поняли, что некоторые обязательства это слишком для них. Вот поэтому они, скажем так, вот сейчас, последние лет 10-13, они уже в нашем регионе являются пассивными игроками. Вот поэтому сейчас, если они хотят мира, но если потребует Армения, что надо предпринять определенные шаги, то надо взамен Армении что-то дать. То есть сейчас они все надеются на то, что Армения сама поймет, что вот это есть единственный выход. Надо действовать таким образом. Они говорят, когда Армения это поймет, мы радостью готовы подключиться к игре, помочь Армении с исполнением его желания. А пока он этого не хочет, то есть это как бы кого-то заставлять через определенные прессинги, это значит брать на себя определенные обязательства. То есть выбирают такую позицию зрителя со стороны, да? Да, но они говорят, вы сами согласене должно быть достигнуто между конфликтичными сторонами, а потом мы готовы подключиться к игре, чтобы реализовать это согласование. А то, что давит на кого-то, это уже определенные обязательства. И если честно, сейчас, когда президент США заявил, что мы уже не будем строительство стран, уже не наше дело. То есть мы не будем вмешиваться в личные дела стран. То есть это как бы, думаю... Во внутренние. Да. Это очень сильный месседж всем. Это показывает то, что... И даже если вот этот месседжер Армении тоже, что если он раньше надеялся, что со стороны будет... Ему будут помогать и так далее, то нет. То Армения сейчас осталась в регионе, наедине с Азербайджаном. И есть два других стран, но они балансили друг друга. Это Россия, Турция. И я думаю, что когда эти страны два сел балансируют друг друга, Армения и Азербайджан имеют больше шансов договориться. и прийти к общему как бы консенсусу. Да, вот мы с вами затронули еще тему сопредседателя Минской группы ОБСЕ. И вот глава государства тоже отметил, выступая на 76-й сессии Генассабле ООН, он отметил, что если бы сопредседателя Минской группы ОБСЕ предприняли решительные шаги для того, чтобы вынудить Армению положить конец военной агрессии против Азербайджана, то они могли бы добиться выполнения возложенных на них задач. Мы видим, что действительно на протяжении 30 лет конфликта решительных шагов не предпринималось, тем не менее, Минская группа, ну, по сути, функционирует до сих пор, но, опять же, они выбрали такую позицию стороннего наблюдателя, то есть не вмешиваются, не предпринимают никаких решительных шагов по факту. Есть ли необходимость все-таки в Минской группе ОБСЕ или все-таки нужно как-то реформировать эту организацию, ведь действительно и в ходе вот 76-й сессии Генассабле ООН увидели, что турецкая сторона проводила переговоры с американской, и тогда, кстати говоря, впервые Блинкен поговорил напрямую с Чао Шоглу, и они обсудили в том числе и вопрос Карабаха. То есть, можно ли говорить об усилении роли Турции, которая может играть роль действительно такого важного игрока? слова президента Азербайджана, они адресованы тем игрокам, которые в свое время не были таким активными, они слились за процессом, были только наблюдателем, а сейчас, после того, как случилась война, у них позиция, мы видим, что с их стороны более активную позицию, более активных месседжей. Вот и президент Азербайджан, напоминает, что если раньше были такие выступления, то процесс удалось бы урегулировать намного легче, чем, и войны бы даже не было. Вот поэтому, я думаю, что он напоминает, что тот уровень активности месседжей группы, который существовал до войны, и которая активность некоторых участников, которые есть сейчас, они не совпадают. Вот поэтому, как бы, если хотите, если ваша позиция была такая же сильная, как она есть сегодня, то ситуация была бы совсем другая. Вот таким образом, он напоминает тем странам, что Азербайджан хотел бы введить вашу активную позицию тогда, а сейчас, когда проблема урегулирована, Азербайджан предпочитает другую позицию. Но это... Какой, например, вот какие решительные шаги Минская группа в частности могла бы предпринять, чтобы поспособствовать становлению мира? Вот мы видели, что на протяжении 30 лет были переговоры ради переговоров, но решительно ничего не менялось. Знаете, вопрос делиментации и демаркации, это очень важно. То есть, как бы, все вопросы насчет статуса и территории, они, по сути, как бы, нашли свое решение. Но есть такие вопросы, как демаркации и лимитация границы, есть такие вопросы, как восстановление Карабаха, есть такие вопросы, как будущие отношения между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, Минская группа обе всем может играть в этом направлении очень важный но, как вы сами сказали, эта структура нуждается переформатироваться. То есть, та структура, которая была до 27 сентября, он показал, что он неэффективен. Если эта структура позволила войне случиться, значит, надо что-то изменить. Да, значит, где-то они пошли не по тому пути. сейчас проблема в том, что, как бы, это в некоторых заявлениях делается акцент на то, чтобы вернуть процесс в то русло, которое было. Нет, надо сейчас вернуть. И если честно, вот, если стратегический союзник Армении участвует как сопредставил в этой группе, то почему бы стратегический союзник Азербайджан не должен участвовать в этом процессе. То есть, там есть очень такие важные вопросы. Я думаю, что это следует учесть. И вот в этом плане есть еще другие страны, которые думают, что раньше у них было влияние, когда они могли оказать влияние на регион, а сейчас эти рычаги влияния исчезли. Вот они проводят разные военные учения, собирают войска и так далее. То есть, есть такие недовольные страны и вот вместе с президентом Азербайджаном адресованы такие страны, что раньше, когда мы нуждались в ваших активных позициях, этого не было. Да, напоминание. Это напоминание. Вот продолжение этой же темы. Действительно, Азербайджан сам обеспечил исполнение резолюции Совета Безопасности ООН, что является единственным таким фактом со временем учреждения организации. К чему приведут вот такие двойные стандарты, когда мы видим, что некоторые резолюции выполняются в течение буквально нескольких часов, а на исполнение некоторых уходят годы и по сути они остаются на бумаге? Ну, если говорит с точки зрения академиков, это все пошло. То есть, когда создавалась ООН, там планировалось иметь общую армию, которая будет под ООН, но потом, из-за того, что там Советский Союз и США в свое время не могли договориться этой армии, не получилось. Но, сейчас президент Алиев и я думаю, президент Эрдон тоже, он тоже говорил про то, что надо оформлять, как бы, изменить структуру ООН, особенно это касается тех стран, которые там сидят и принимают решения. Сейчас в мире совсем другие реалии, и я думаю, что президент Азербайджана вот таким образом напомнит всем, что когда супрорегиональные организации, они не могут эффективно добиться решения конфликта, то тогда уже, как бы, национальные государства берут все в свои руки. Вот поэтому, да, как бы, я думаю, сейчас очень многие, это, кстати, вот то, что произошло в Карабахе, он повлиял на другие конфликты в посоветском пространстве. Это показало, что если международная организация или супра национальная организация, они неэффективны, то тогда уже национальный актор сам занимается своими проблемами. То есть, можно ли сказать, что вот это все подняло на поверхность вопрос о необходимости реформирования в целом этой организации? Я думаю, президент Алиев и президент Адуханова в обоих выступлениях это было заметно. У президента Алиева это как бы, я думаю, что он, его выступление заметный пример того, что как все может измениться, если те страны, которые там сидят, пять стран. Мир больше пяти, то, о чем говорит президент Турции, безусловно. Да, вот это очень важно, если честно. То есть, это как бы, это показывает, пример, вступление президента Азербайджана, это пример того, что как изменилось мир. Даже сравнение, по сравнению с 2020 годом, в 2017 годом, когда сейчас мир изменилось и то, что случилось с Карабахой, Алинас Межистости Азербайджаном, это первые признаки того, что мир меняется и все очень сильно, очень старательно следят за теми решениями, которые президент Алиева будет принимать и его выступления. И когда он отправляет такие месяцы, всем ясно, что надо изменить структуру ООН, особенно саббезоон. Да, но вот есть ли альтернатива, на ваш взгляд, как вот все-таки менять эту организацию, как реформировать ее? Я думаю, что число стран, которые могут наложить ответ на определенные решения, должно увеличиться. Классический пример, который сейчас обсуждается, если Великобритания в 45-м году он говорил от имени Индии, сейчас он уже не говорит, Россия, если говорила от имени других 15 стран, больше от имени стран не говорит, да, то есть это появилось. Или Турция стала, сейчас Турция может говорить от имени и Центральноазиатских стран, и Кавказ, и Ближний Восток, да, почему Турция не должна иметь это. Да, мы видели, в принципе, и в ходе 44-х дневной войны, что движение неприсоединения, та же самая вторая крупнейшая организация, она проявила себя гораздо более эффективно, чем та же самая ООН. О чем это говорит? Да, то есть в этом плане, то есть сейчас супранациональная организация, у них такой определенный паралич, они не могут принимать решения, и это, я думаю, что в Вашингтоне, в Лондоне это понимают, вот поэтому, как бы, даже такие организации, как НАТО, они понимают, что бюрократические процедуры стали такими, что даже надо создавать субгруппы внутри НАТО, и вот поэтому, как бы, все это понимают, что если Вашингтон сам создает субгруппы в НАТО, это значит, что в НАТО в скором, в скором времени могут приезжать очень кардинальные изменения, если такие организации, как НАТО, меняются, то почему такие организации, как ООН, не должны меняться, ведь оба являются результатом тех геополитических процессов, которые происходили в 40-е годы, 20-е столетие, в Вашингтоне, Лондоне это понимают, в Австралии это понимают, и все меняется, вот со временем, я думаю, это уже как бы будет касаться и ООН, и выступление президента Азербайджана, и месседжи, которые были отправлены, само выступление, то, что президент Азербайджан выступал, и говорит, что я лидер, который вернул свои территории, полагаясь только на, исключительно на свои силы, не на какие-то международные организации, это очень сильный месседж всем участникам, странам, которые являются участниками процесса, или являются как бы участниками совбезнованных, то есть всем это как бы очень хороший месседж, все понимают, что это означает, и все следят за такими выступлениями, а пытаются анализировать, что пошло не так, как надо изменить эту систему, вот это, я думаю, что это все сейчас обсуждается. Ну и будет ли вот проделана такая, грубо говоря, работа над ошибками, да, потому что как во время 30 лет конфликта мы видели, что нарушаются права человека, и по сути коллективный Запад как раз таки выступает за вот важность и нерушимость этих прав, прав и норм международного права, и мы видели, что они нарушаются как во время 30 лет конфликта, как во время 44-х дневной войны, когда обстреливалось гражданское население, мирные люди использовали запрещенные боеприпасы, так и уже после войны сейчас мы видим экологический террор, мы видим, как загрязняются реки, мы видим, как армяне угрожают тем, что они взорвут Мецоморскую атомную электростанцию, и опять же никакой решительной позиции, никакого решительного ответа со стороны опять же коллективного Запада мы не видим, то есть можно ли сказать, что по сути никаких выводов сделано не было? Я думаю, сейчас уже как бы все думают, что региональные игроки становятся более важными игроками, вот поэтому очень многие вещи думаются, что будут регулированы региональными игроками, вот поэтому сейчас ответственность от глобального актера переходит к региональному актеру, вот поэтому я думаю, что сейчас все ожидают, что какой баланс возникнет, создаться в нашем регионе, то есть это уже есть, но понимание этого, для понимания этого надо, чтобы определенное время прошло, вот поэтому сейчас очень многие думают, что те процессы, которые раньше были и они оставались безнаказанными, сейчас такого же быть не может, как минимум в регионе есть два активных игрока, это Турция и Россия, да, вот если раньше все ожидали, что определенная интервенция со стороны международных организаций должен регулировать все это, и из-за того, что эта система уже стала не так эффективным, как была раньше, и как результат мы видели, что очень многие вещи, которые вы перечислили, они оставались безнаказанными, сейчас же все знают, что ситуация изменилась, и региональные игроки сами сделают так, чтобы та страна, которая все это делала, она была наказана. То есть вот мы видим в воплоти, в реалии, как меняется действительно на глазах ситуация и в регионе, и я думаю, во всем мире. Спасибо вам большое, что вы приняли наше приглашение, пришли к нам в студию. Я напоминаю, в эфире телеканала Сибиси была передача специально сейчас. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин